Приветствую вас впервые в эфире телеканал Дождь, надеюсь, первый, не последний раз. Я бы хотела спросить, разумеется, прежде всего, о политике латвийского государства в отношении притока россиян. Сейчас этот приток уже снизился из-за понятных объективных обстоятельств, но тем не менее. Какова ваша позиция в отношении граждан Российской Федерации, стремящихся в Латвию? Ну, я бы здесь разделила все-таки два этапа. Первый этап – это сразу после 24 февраля или даже до него, когда ряд оппозиционно настроенных, активно боровшихся с путинским режимом людей переехали в Латвию. И ситуация сейчас, когда в связи с мобилизацией очень многие люди пытаются покинуть Россию. Это, наверное, гораздо более массовый поток, судя по данным, с последние дни. Но здесь самые разные мотивации, я полагаю, могут иметь место быть. И отношения, соответственно, в Латвии разные. То есть если к первой группе, хотя нельзя сказать, что все однозначно принимали с распростертыми объятиями, но, по крайней мере, понимали причину, по которой люди уезжают. И, например, возможности также и поддерживали. Например, давали журналистам возможность здесь работать. То сейчас совсем другое отношение, я бы сказала, к тем людям, которые сейчас пытаются покинуть Россию. Потому что, во-первых, скажем так, это массовое явление, которое для Европы неоднозначное, потому что оно является риском для безопасности. Во-вторых, потому что с мотивацией тоже не все ясно. Мария, ну все-таки надо, наверное, мне кажется, подчеркнуть, что вот эти споры, а точнее даже не споры, а вполне финальные решения, принимались до того, как началась мобилизация, и до того, как возникла угроза вот этого большого притока россиян, уклоняющихся от убийства украинцев. Вот как вы объясняете эту позицию? Отказы в ВНЖ, продлении ВНЖ, например, людям, которые здесь жили, покупали собственность. Отказы в предоставлении гуманитарных виз. Вообще закрытие границ Латвии для россиян до мобилизации. Закрытие границ произошло в первую очередь для туристов. И это было совместным решением балтийских стран. То есть речь идет о людях с туристскими визами Шенгенской зоны. Это произошло потому, что мы считаем, что во время войны, когда идет активное нападение России на Украину, Европа не должна привечать у себя российских туристов, которые в это время отдыхают и развлекаются. Мария, а как вы определяете туриста, отличаете туриста от нетуриста? Вот у него Шенгенская виза, у гражданина Российской Федерации. Правильно, но невозможно на уровне государства изучить каждый случай. Я считаю, что в данном случае балтийские страны поступили правильно. То есть, хотя это может со стороны казаться жестким решением, наверное, это жесткое решение. Но сам факт того, что многие люди, приезжавшие по этим визам в Европу, затем довольно откровенно, скажем так, выражали здесь антиукраинские настроения. Было много случаев, когда даже происходили какие-то вербальные или невербальные нападения на украинских беженцев здесь. И ряд других примеров, доказывающих, что далеко не всегда люди, которые приезжали по этим визам, скажем так, в наши страны, как-то иначе относились к конфликту в Украине, чем власти России. И если это так, то причина, по которой мы должны держаться открытыми границами для этих людей, не совсем понятна. Конечно, каждый случай индивидуален. И я не говорю, что все, кто приезжал с такими визами, имели такое отношение. Разумеется, нет. Но очень важно понимать, что государство оперирует теми несовершенными инструментами, которые у него есть, любое государство. Оно не может каждый случай рассмотреть индивидуально. Оно должно принимать какие-то общие решения, чтобы, во-первых, защитить свою национальную безопасность. И, во-вторых, дать четкий сигнал, что мы бы хотели, чтобы российские граждане сперва разобрались со своей властью, а потом уже ехали отдыхать в Европу. Мне казалось, что у вас внутри Латвии были те самые граждане, которые, например, не принимали позицию латвийского государства и государства других Европейского союза по войне Путина в Украине. И это внутренняя проблема. Ну, со своими гражданами, я думаю, мы каким-то образом разберемся. Либо они сами сделают свой выбор в будущем, хотят ли они жить в странах, с которыми они не согласны глубоко с их политикой. Это будет их свободный выбор. В любом случае, я думаю, что со своими гражданами мы так или иначе найдем выход из этой ситуации. Что касается иностранных граждан, то, конечно, в ситуации, когда такой геополитический конфликт со всем рядом с нами разыгрывается, мы не можем, к сожалению, действовать исключительно, исходя из таких гипотетических посылов гуманизма. Нам нужно в первую очередь думать о посылах национальной безопасности. Хочу понять, опять же, про нынешнюю ситуацию, когда люди убегают от войны, убегают от того, чтобы их отправили в Украину умирать и убивать. Вы размышляли, Мария, на тему правильности решений принимаемых, то есть блокировка граждан Российской Федерации, их отмена, неприятие и так далее. Как это помогает? Я, правда, искренне совершенно интересуюсь. Как это помогает Украине победить в этой войне? Во-первых, сама Украина во многом очень приглашала европейские страны именно к подобным решениям. Значит, украинцы считают, что это помогает им в войне. Во-вторых, я думаю, что очень важно понимать. Я действительно много думала над этим. Это не тот вопрос, который можно решать легко. Но я поддерживаю ужесточение требований относительно въезда граждан России в наши страны по той причине, что, как я уже сказала, во-первых, мы должны в первую очередь думать о безопасности своей страны и своих граждан. Во-вторых, нам очень важно, чтобы этот сигнал был совершенно четким и ясным и дошел, может быть, не только до правительства, но и до людей в самой России, что мы не можем спокойно воспринимать ситуацию как бизнес-изъюжил, когда идет настолько кровавая и агрессивная война, которую Россия, к сожалению, многие граждане России в ней участвуют, ведет на территории соседнего государства. То есть мы должны каким-то образом дать понять, что бизнес-изъюжил закончился, что жизнь сейчас, к сожалению, вступила немножко в другую колею, и мы вынуждены принимать очень жесткие решения, которые индивидуально могут многих людей ранить или казаться им несправедливыми. И, возможно, с точки зрения субъективной, личной, они такие и есть. Но национальная безопасность есть национальной безопасности. Мы, как политики, не можем в первую очередь не смотреть на это. Как вы думаете, что можно предпринять для того, чтобы защитить тех людей, которые с самого начала выступали против этой войны, которые с самого начала вполне открыто и откровенно критиковали политику российской власти в Украине, и которые сейчас оказались из-за российских паспортов токсичными? Можно ли найти какие-то способы новые? Вот вы сказали, инструментов мало у европейских государств. Можно ли изобрести новые инструменты? И вы, как политик, планируете ли вы придумывать способы для того, чтобы поддерживать тех граждан Российской Федерации, которые, в общем, совершенно точно этого заслуживают? Ну, во-первых, никто не отменял и не собирается отменять, насколько я знаю, возможность продления или выдачи права вида на жительство в Латвии на основе гуманитарных соображений, то есть гуманных соображений. То есть речь идет о том, что если у человека специфическая ситуация, которая связана, возможно, именно с гонениями на него в России, то такой вид на жительство прежнему можно получить. То же самое касается так называемых D-виз, это визы долгосрочного пребывания, то есть, опять-таки, никто их не отменяет. И в случаях именно с людьми, которые являются во многом либо жертвами режима, либо борцами с ним, здесь я лично поддерживаю тот подход, что они должны иметь возможность оставаться в Латвии, в Европе. Но это уже индивидуальные случаи, и они должны как таковые рассматриваться. То есть я бы не сказала, что нам нужен сейчас инструмент массового предоставления таких видов на жительство, потому что все-таки каждый случай действительно должен рассматриваться индивидуально. Виды на жительство, насколько я понимаю, вообще не предоставляются гражданам России сейчас? Есть исключения по гуманитарным соображениям, по гуманным соображениям, но это действительно единичные исключения. В Латвии грядут выборы, и много слышу я вокруг себя разговоров о том, что националисты, те, кто требуют вообще категорически, более чем категорически, избавиться от любых русских, что у них хорошие шансы взять процентов 20, например, и что они смогут попасть в правительство, в коалиционное, получить портфели, и радикально влиять на политику латвийского государства. Какие у вас прогнозы, Мария? Ну, если вы говорите о национальном объединении, то я не думаю, что у них есть шансы на 20%, максимум на 12-13%. И в том, что касается их влияния на политику, они уже влияют в политике, на политику они находятся в коалиции, но также на политику влияют и другие партии с другим более либеральным или центристским, скажем так, отношением ко многим вопросам. Поэтому я бы не сказала, что речь идет о массовой волне какого-то, скажем так, неожиданного радикального национализма, который сейчас захлестнет наши страны. Я, наверное, в завершение, опять же, хочу, наверное, попросить у вас понимания в том, как мы это видим и как мы задаем вам вопросы. Это от того, что мы, на самом деле, не до конца осознаем мотивацию и, возможно, не разделяем ее. И считаем ее не совсем убедительной в 21 веке. Я хочу вас спросить, какие могут быть еще решения со стороны латвийской власти в отношении граждан России? Вот в перспективе. Чего еще можно ждать? Ну, эти решения будут диктовать ситуации с национальной безопасностью. То есть, если ситуация не ухудшится в плане геополитических рисков, то я думаю, что новых радикальных решений не будет. Не будет. Если ситуация с точки зрения геополитических рисков еще ухудшится, я не исключаю вообще закрытие границ на какой-то момент. И, опять-таки, тогда исключения будут крайне индивидуальными. Но, опять-таки, это в случае, если геополитические риски возрастут. А что вы называете ростом геополитических рисков, Мария? Ну, насколько я понимаю, в данный момент мы официально не находимся в состоянии конфликта. Но такой сценарий развития, что Путин захочет официально объявить войну, например, не исключен. Кому бы то ни было, да, Украине, Латвии, я думаю, в любом случае какие-то меры возможны. И это раз. И два, это, конечно, любого диверсии. То есть любые подобные действия будут встречать противодействие. И это, естественно, потому что нам нужно защитить демократию, защитить Европу и себя, Латвию от подобных сценариев. Скажите, а как же быть людям, которые живут сейчас в России, и я сейчас не имею в виду только мужчин, те, кто не мог по тем или иным причинам выехать? Но вы же можете себе представить, 140 миллионов человек, большое число этих людей, и даже независимые социологи, даже социологи относительно прокремлевские признают, что десятки миллионов россиян с самого начала не поддерживали эту войну. Могу ли я делать вывод сейчас о том, что цивилизованное сообщество просто, ну, как бы, забило на этих людей? Вот так им не повезло. Я бы это не сказала. Во-первых, конечно, мы поддерживаем любое, в том числе и мирное гражданское неповиновение и сопротивление этих людей, и, безусловно, очень-очень ценим каждый случай тех, кто это делает. Во-вторых, безусловно, мы знаем о том, что россияне могут выехать в довольно большое количество стран даже без визы, то есть у них есть возможность покинуть страну. Я не стану сейчас перечислять все страны, но Грузия, Армения, Монголия и так далее есть много вариантов. То есть мы знаем, что россияне в целом имеют возможность покинуть страну, если таков их выбор. И, соответственно, мне кажется, что в данном случае говорить о жестоких европейцах, которые как бы закрыли двери крепости и оставили россиян на съедение Путину, но это иронично с двух точек зрения. Во-первых, потому что это не соответствует действительности, во-вторых, потому что, ну, странно говорить, потому что люди оставлены на рассерзание собственного правительства, но, может быть, тогда... Они его не выбирали, Мария? Я понимаю, да, это сложная ситуация, но, с другой стороны, они очень много лет делали вид, что политика не про них. Я думаю, мы с этим бы согласились. Нет, я не могу с этим согласиться, потому что я могу вам показать видео с протестами, которые дождь освещал в бесконечном нон-стоп-режиме, с десятками тысяч храбрых людей, которых били, сажали в автозаки, потом мучили в СИЗО, и которые все равно выходили. Ну, как же... Ну, я никоим образом не отрицаю мужества ни одного из этих людей. Напротив, я перед ним преклоняюсь. Но вы ведь согласитесь, что это было очень маленькое большинство. Вот, например, я не выходила на улицу, потому что у меня двое детей. И я боялась. Стыдно ли мне это признать сейчас? Несу ли я ответственность за Путина? Коллективно? Не знаю. Я думаю, это решит только российское общество в диалоге само с собой, да? То есть ни я, ни любой другой иностранец вам не даст четкий ответ на этот вопрос. Во всяком случае, легитимный ответ. Но мне кажется, что, по крайней мере, задуматься над этим вопросом российскому обществу в какой-то мере стоит. Спасибо вам огромное. Спасибо за откровенные ответы. И я очень надеюсь, что, несмотря на разницу в позициях, вы будете к нам приходить на дождь. Мы это очень ценим.